есть мысли о двух новых талантов а во кстати говоря вот я об этом хотел наболтать на самом деле вот и перк боевой разведчик нанесению урона по противнику подсвечивает противника ярко оранжевым цветом на некоторое время если честно зависит все зависит от того насколько этот перк будет во-первых долго подсвечивать это раз во вторых все зависит от того насколько он будет юзабельно зависит от того в каком слайде он находится это очень важно в это очень важно синий красный или желтый это перк это очень важно то есть звучит круто но на деле а зачем то есть чисто технически зачем тебе это перестрелка в вар зоне длится секунду вы можете на боковую кнопку забинтить метку вы можете на бампер забинтить метку или неважно то есть использовать метку она сделает все ровно то же самое так у меня вопрос зачем это нужно то есть даже на бумаге от перк боевой разведчик не выглядит так достаточно сильным чтобы его использовать поэтому если он будет не в синим слоте толку от этого перка будет 0 потому что синий перк синие перки это единственные перки которые в действительности можно поменять и практически вашем геймплей ничего не изменится дальше у нас идет второй перк который называется закаленный меняет количество брони и с данным перком вы достаточно двух пластин чтобы полностью восстановить всю броню дело в том что одна пластина будет вас на 75 из брони вместо 50 это вызывает несколько вопросов во-первых перк закаленный что ну типа в новом сезоне что мы сможем восстанавливать половинку армора то есть грубо говоря нам сбили чуть-чуть армора вот условно по нам постреляли у нас осталось полторы плашки мы закидываем одну плашку у нас становится две с половиной плашки потому что на данный момент вы прекрасно знаете что у вас заменяется предыдущая пластина даже если она чуть-чуть покоцана это типа реалистично но в рамках warzone это просто тратит лишнюю пачку лишнюю пластинку это тратит лишнее время и это не очень удобно допустим в том же самом апексе там конечно опять же там батарейки и чисто технические батарейки они логически работают именно так то есть ты закидываешь себе батарейку она заряжает на определенный процент твой щит здесь броня и опять же говорю ребята warzone это нереалистичная игра не может реалистично выглядит оружие но все остальное здесь не реалистично то есть чисто тех через чисто так скажем практической точки зрения перк закаленный выглядит неплохо но вместо чего если он будет желтым перком можно будет подумать то есть это утилити перк который будет позволять вам использовать меньше расходников но есть одна огромная проблема это нас эта проблема ребята вариативность перков вот мы прямо сейчас зайдем warzone откроем комплект и посмотрим на перки давайте пройдемся по синим перка какие перки в синим сегменте типа вот теперь первый перк синий какие здесь перки юзабельно warzone их на данный момент 2 удвоение длительности тактического бега и скорость перемещения положения присев с помощью перка бегом марш это один из самых популярных перков потому что я не знаю почему люди на людям нравится гонять на картонах видимо то есть чисто технически это самый популярный перк самый полезный перк в синим это сапер он уменьшает урон от взрывов вас с меньшим шансом ваншот нет около взрывающейся тачки вас не ваншот нет если вас только хп вас не ваншоте тишкой или синтексом если допустим даже его полу если на вас приклеит если у вас full броня вас не убьется одного синтекса но опять же сапер использовать не то чтобы супер редко в основном используют бегом марш перк мародер не работает в warzone он не нужен перк хладнокровный надо на текущем моменте не нужен и он не работает вы конечно можете его использовать но зачем никто не использует теплоки люди собирают пушки таким образом но особенно к вешные пушки сейчас мете к вешной пушки какой-то месте плак правильно там есть теплок на x7 или на какой-то вот эта труба синяя то есть чисто технически вы можете взять себе пушку на так скажем на термально ну на термальном прицеле но зачем никто этим пользоваться не будет это не имеет никакого смысла как следствие перк хладнокровный отлетает в помойку перк массовое убийство также абсолютно не работает в вар зоне по одной простой причине повышенный шанс найти серию убийств ящиках снабжения во первых они уже повысили шанс выпадения этих самых серий убийств сейчас серии убийств на старте выпадает очень часто и ключевой момент ребята это на старте на старте еще раз повторюсь на старте вы лутаетесь на старте так называем в момент ирлигейма ранняя игра до того как вы купите комплект после это вот кто-то пишет насчет самого полезного в добыче это хладнокровный чуваки я не рассматриваю режим добычи в режиме добычи действительно этот перк имба потому что по вам не стреляют эти сраные вертолеты это да да это действительно так кто-то написал чтобы контрить бедительность никто не играет с бедительностью потому что по красных перках точно также отсутствует абсолютно вариативность дальше идем вот я право я продолжаю тему про массовое убийство проблема этого перка заключается в том что он не работает в таймингах игры то есть в внутри таймингов игры внутри дают таймингов лутинга и так далее игра поделена на четкие фазы вы не лутаете с перками у вас другая цель когда вы взяли первый комплект если вы особенно играете просто по босс ваша задача либо ехать в удобную точку откуда вы будете отстреливаться либо вы катаетесь на лица вы не лутаетесь вам не нужен перк а до того как на соответственно вы его возьмете вам это и не надо где вы будете в добыче его использовать и где еще я не представляю в добыче так опять же очень высокий шанс выпадения этих самых килл стриков соответственно мы уже имеем абсолютно ненужный перк 1 абсолютно ненужный перк 2 и точно такой же абсолютно ненужный перк быстрое лечение перк быстрое лечение прикольный в момента когда вы нашли себе специалиста то есть его влияние на общий геймплей она мизерно ровно как и влияние хладнокровного ровно как и влияние мародера Но когда у вас есть, соответственно, разведчик, или как-то не разведчик, как-то перг-специалист, это прикольно. Потому что все вместе эти бафы действительно выглядят круто. Но по отдельности, на фоне друг друга, быстрое лечение не о чемный перг. Шансов, что ты отхилишься после нока, если что, если вы нокнете врага, ребята, вы не отхилитесь сразу, вы должны его добить. Но если на вас выбегает фуловый чел, это не PUBG. Вы не можете перестрелять фулового чела с двух пуль, это невозможно. Вы, так скажем, пойманы в ловушку, в ловушку таймингов. И если по вам нужно стрелять меньше, чем вам по врагу, то, соответственно, вы проиграете в большинстве ситуаций. Так это, к сожалению, работает. Соответственно, мы видим, что в синих перках у нас есть буквально два перка, которые работают. Первый и второй. Хладнокровный я не считаю за рабочий перк, потому что мы рассматриваем только королевскую битву. Для, соответственно, режима с добычей, это мосхевный перк, чтобы по вам не слят вертолет. Переходим. Мы, опять же, то есть, вот представьте, что один из этих перков, один из этих новых перков будет в синих. Да, я могу его взять. То есть, допустим, перк, который будет давать мне 75 брони вместо 50. Да, я могу взять его вместо бегом марш. Я могу его взять. Только в этом случае. Перк, соответственно, на подсветку, он вряд ли здесь будет. Потому что это перк атакующий. Это защитные перки. Это все, это все защитные перки. Дальше идем. Красные перки. Здесь, на самом деле, еще меньше вариативности, потому что есть единственный перк, на который в итоге ты опираешься. Это перк призрак. Это перк, который тебе нужен для того, чтобы поиметь пушки. В этой игре этот перк не нужен. То есть, понимаете, если бы без этого перка вы могли таскать с собой, как в условном мультиплеере, вы могли с собой таскать только, допустим, основную пушку плюс дополнительную. То есть, как он называется, дополнительное оружие. То есть, вы не могли бы таскать СМГ, не могли бы таскать дробовики и так далее. Да, тогда бы перк фора был действительно актуален. Вы бы вынуждены были его брать для того, чтобы таскать две полноценные пушки. Но вам этого не требуется. Перк фора нужен только для того, чтобы в коробочку с вашим оружием засунуть две полноценные пушки. И все. Это все влияние этого перка на саму игру. Ты берешь этот перк для того, чтобы завязать, получить две пушки, а потом меняешь его на более выгодный перк призрак. Потому что перк призрак не имеет абсолютно никакой, так скажем, вариативности. Абсолютно большинство людей не играет в агеры. И перк пополнения им не нужен. То есть перк пополнения это штука, с которой играет очень маленький процент людей. Если вы посмотрите, зайдете на сайт по статистике использования оружия, перков и так далее, вы заметите, что перк призрак и перк фора это буквально 60 на 40. Потому что сначала берут вот этот перк, потом берут призрака. Пополнение берут челы типа Факила, Си Пентагона и так далее. То есть стаки, которые играют агрессивно, которые играют на киллы и так далее. Таких челов очень мало. Очень мало. И судить о картине по ним не имеет никакого смысла. Из красных перков есть только два перка. Перк дозорный. Ты на него смотришь, ты не понимаешь. Зачем? Зачем? Все ваши бойцы получают больше денег в выполнении заданий. Больше на сколько? И зачем? Потому что задание скалируется. Ты выполнил одно задание, оно дает тебе 100% денег. Потом 140, 150, 180 и так далее. До какого-то невероятного количества множителя растет сам по себе. Вам не нужен перк дозорный. Это перк, который можно выкинуть и ничего не изменится. Перк упрямец точно такой же. Скидка 25% на серию убийств. Брать этот перк, чтобы покупать дешевле. Зачем? Если я убиваю много челов, у меня и так будут бабки. Я постоянно выполняю баунти. У меня и так есть бабки. Мне не нужна скидка. Я уже не говорю о том, что есть задание на скидку. А еще есть ивент на скидку. Этот перк можно выкинуть и ничего не изменится. Перк, который подсвечивает врагов при стрельбе, скорее всего будет красным. То есть, скорее всего, он будет вот здесь. Потому что, очевидно, для желтого он имеет слишком большое влияние на геймплей. И плюс он атакующий. Соответственно, мы смотрим на остальные перки. И видим, что у нас есть призрак для абсолютного большинства. И пополнение для абсолютного меньшинства. Все остальные перки, по большому счету, не нужны. Перк фора нужен только для того, чтобы вы получили две пушки. Все. Переходим к желтым перкам и видим абсолютно аналогичную ситуацию. 99% игроков возьмут прокачку. Почему? Потому что ускоренная смена оружия это имба. Ускоренная смена оружия влияет не только на то, что вы достаете оружие, так скажем, не дополнительное, быстрее. Но вы и быстрее достаете оружие после того, как закинули арморку. Попробуйте достать пулемет, ну типа упадите на старте локации, на старте, на старте игры куда-нибудь. Найдите себе арморку и поднимите пулемет. Закиньте себе арморку и достаньте пулемет на автомате. Вы его и убирать будете дольше, и доставать будете дольше. Перк прокачка это самый масхевный перк после призрака. Перк настройка вообще не нужен в варзоне. Потому что в большинстве ситуаций, где действительно можно резнуть врага, тиммейты точнее, он либо сам изначально имеет селфи, либо у вас не будет времени его резнуть. То есть вы не можете резать, так скажем, под огнем. Никакого смысла от этого нет. 25% ребята это там из 4 секунд, вы там 3 допустим потратите. С точки зрения игры это типа бессмысленно, абсолютно. Кипно сядь. Долбал. Так, идем дальше. Пирог шрапнели ребята. Дополнительные единицы снаряжения при возрождении. Опять же, если бы вы имели изначально стак из одного, то есть, грубо говоря, без этого перка у вас была бы возможность таскать только одну сишку и одну стан гранату, возможно, это имело бы хоть какой-то смысл. Но дополнительный эффект урон взрывчаткой замедляет восстановление здоровья противников. Абсолютно не имеет никакого смысла. А как и в случае с форой, для дополнительной единицы с боевого снаряжения вам просто нужно взять ящик, и у вас будет две. Или найти на земле, опять же. То есть перк шрапнель можно выкинуть, и ничего не изменится. Перк ветеран, про который так любят рассказывать. Опять же, ребят, если вы посмотрите последний, так скажем, мейджор, то есть в World of Series Warzone, вы заметите, что многие там играют со стан гранатами, точнее почти все, но при этом никто не играет с ветераном. По какой причине? Потому что, во-первых, прокачка сильнее, а во-вторых, его влияние на геймплей мизерно. То есть стан граната длится около 4 секунд. Ветеран режет ее вдвое. Знаете, сколько стан гранат у врага? Две. А то и три. А то и четыре. А то и шесть. Если вы играете в тройке. Ну, вы понят, да? То есть чисто технически, если вас застанели, вы не выйдете из стана, потому что на ваше убийство требуется полсекунды. Буквально. Расстояние, с которой вас кидает стан гранату, оно настолько невелико, там буквально 15 метров, по-моему, можно кинуть эту стан гранату. Чувак успевает до вас добежать, поприседать и убить. В любом случае. Даже если бы у вас будет этот перк, он кинет вторую стан гранату, и вы все равно умрете. Поэтому этот перк можно выкинуть. И никогда на него больше не смотреть. Перк наблюдатель. Возможно видеть снаряжение, полевые модификации. С какой-то стороны эта штука достаточно интересная. Интересно. То есть, иметь одному из тиммейтов, там в тройках и в четвертых, перк наблюдатель, это удобно. Это действительно удобно. Мы когда-то играли с Смитом, и он бегал с этим перком. И в какие-то моменты он говорил нам как раз таки о том, где находятся мины. Или, допустим, предупреждал, что есть мины. И это было удобно. Но, опять же, ребят, это перк, который не имеет практически никакого смысла. Потому что, скорее всего, если вы охуенно агрессивный стак, вы пушите с разных сторон. А челы, которые сидят с минами, охуенно пассивные. И, скорее всего, они не умеют играть. Поэтому, никакие мины не помогут им выиграть. Такие дела. То есть, перк наблюдатель, чисто технически, можно выкинуть. Потому что все остальное, все остальные его какие-то бонусы, кроме того, что он видит мины, они незначительны. Ну и перк следопыт. Опять же, учитывая, что он показывает следы, буквально оставленные только что, этот перк удобен для того, чтобы кого-то догонять. Но, знаете, есть одна проблема. В этой игре очень легко размансить, ну, если вы смогли убежать. То есть, изначально. То есть, вас либо убили сразу, либо вы убежали. И перк следопыт позволит только в очень ограниченном количестве случаев увидеть врага, который заныкался куда-то. Просто по этим следам. Очень ограниченное количество. Этот перк охуенный, когда у вас есть специалист. Вы находите специалиста, и это действительно круто. Потому что у вас может так совпасть, что за игру один или два раза вам поможет этот перк. И все это поможет. Вы увидите, как Челтон спрятался в шкал. И это прикольно. Но, как перк, за который вы заплатите, есть только один перк. Прокачка. Соответственно, мы имеем ситуацию, где есть два стула. Вы либо играете актуальными перками, либо вас будут пиздить ногами. Потому что перк прокачка слишком сильный. перк призрак слишком сильный. И единственный перк, который вы можете заменить на данный момент, это синий перк. Но, скорее всего, перк, который подсвечивает врагов, будет красным. А перк, который, соответственно, дает вам 75 армора вместо 50, будет желтым. И будет неузабитным. В этом огромная проблема новых перков. Какие дела?